Так, пошли. Достоверных сведений об изобретении шашек история не сохранила. Одно ясно, что этот спорт по-прежнему популярен. В свободное время ученики девятой школы играют шашки. Сегодня шестиклассником компанию составляет учитель истории Петр Тимофеевич Игнатьев. В его педагогическом арсенале шашки занимают не последнее место. У нас же есть даже ученики, которые очень хорошо играют. Они умеют. Логическое мышление как раз дает и на несколько шагов вперед. Это по истории, особенно по логике, по обществу, хорошо размышлять. Что может быть, это вероятно, может как случиться. Вот он тоже дает шашки. То же самое на уроке истории. Вот они у меня такие истории изучаем. На такие качества этой игры обратили внимание и на самом высоком уровне. В начале февраля в городе депутат Государственной Думы Салья Мурзабаева и председатель Федерации шашек Тамара Танцекужина представили проект развития интеллектуального спорта. Мы считаем, что это не только спорт, а это интеллектуальный вид спорта. Это просто игра шашечной, которая способствует развитию человека, формированию его и влияет на его поведенческие реакции, влияет на его успеваемость, на его целеустремленность. И когда есть лидеры, например, в классе, то волей-неволей дети стремятся быть похожими на этого лидера, который выделяется. Сейчас городские власти ведут работу, дабы представленный проект действительно воплотить в жизнь. В городе есть кружки, где дети занимаются шашками. Правда, как было отмечено на совещании в администрации, у каждого тренера своя методика преподавания, да и правила игры не всегда одинаковые. Для педсовета будет организован семинар, и уже в этом учебном году должны пройти городские соревнования по шашкам. Нам нужно в марте обязательно сюда приглашать кого-то с федерации, собираться всем вместе, обсуждать это, план на этот год зафиксировать уже точно, объявить всем, и с предложениями на следующий учебный год. Шашечный спорт не требует огромных инвестиций. Набор шашек может позволить себе каждая семья. А вот отдача от умственного вида спорта огромная. Помимо развития логики, дети отвлекаются от повальзового увлечения компьютерами. Вот сейчас на ничьи идем. Только вот поторопился, и торопливый всегда приводит ему ничьи. Амир Кедрасов, Сергей Николаев, Владимир Прищепа. Новости. Ничья? Молодец. Ничью сыграл.